Всем привет! Сегодня первый день так называемого ужесточенного карантина. И хочу сразу вам сказать свое отношение. Многие из норм, принятых правительством, идиотские и неконституционные, противоречащие закону. Поэтому я сегодня подал в суд и требую отменить постановление Кабинета Министров, признать его незаконным. Как минимум в части вот этих идиотских неправильных ограничений. Сразу скажу, что да, я считаю, что нужен карантин для групп риска, для пожилых людей, для хронических больных. Конечно, мне нужны дискотеки, футбольные матчи с трибунами заполненными и так далее. То есть это очевидно и это понятно. Но в то же время нормы про то, что человек не может пойти в парк погулять один. То есть с собакой можно, с ребенком нельзя. Выгулять маленького ребенка нельзя. Собаку, пожалуйста. Норма про то, что у нас за сжигание листьев в парке штраф 340 гривен, а за посещение его 34 тысячи, считаю ненормальный. У нас штраф за вождение в нетрезвом виде 10 тысяч гривен. А за то, чтобы трезвым походить по парку 17 тысяч гривен. Почему нельзя купить кофе на вынос в кафе. Ну и так далее. Какие-то идиотские, вот просто идиотские ограничения и запреты. И они не конституционные. Вот, пожалуйста, статья 33 Конституции Украины говорит, Все, кто находится на законных основаниях на территории Украины, имеют право свободно передвигаться, находиться, где желают. Если иное не предусмотрено законом, не постановлением Кабинета Министров, а законом. Статья 42, статья 43, право на предпринимательскую деятельность, право на труд, право на мирные собрания. Все это, это сегодня ограничено постановлением Кабинета Министров. Но у нас нет чрезвычайного положения. Есть только две ситуации, когда можно ограничивать права и свободы граждан. Это чрезвычайное положение и военное положение. Они вводятся решением, президент Украины издает указ, Верховная Рада его подтверждает. Пожалуйста, если вы считаете, что в этом есть необходимость, выносите вопрос. Я не вижу этой необходимости, я буду голосовать против чрезвычайного положения. Но если вы видите, выносите, действуйте в конституционный способ. Ну нельзя же не конституционно просто делать все, что вам нравится. Или просто, что вам там в голову взбрело, или вы где-то прочитали, что кто-то где-то что-то сделал. Вы бы лучше тестировали людей. Почему сегодня продолжается вот этот идиотизм, да люди протестироваться не могут. Только должны быть суперпоказания. Был за границей, не был за границей, уже не имеет никакого значения. Протестировать людей нельзя. Украина самая страна из всех, где эпидемия с наименьшим количеством тестирования на душу населения. Ну только Северная Корея нас обгоняет и Беларусь. Ну обгоняет в худшую сторону. Везде сотни тысяч тестирований, у нас несколько тысяч тестирований. Поэтому хотите бороться, боритесь по уму. А не боритесь с людьми, их жизнью. И еще раз, идиотизмом. Почему 13-летний ребенок не может выйти в магазин возле дома? Он должен обязательно идти в сопровождение взрослого? А если взрослый не может? А если этот 13-летний мальчик несет пакет бабушки под дверь, чтобы поставить? Ну в общем, и так далее. Это идиотизм, повторяюсь. И неконституционно. Постановление Кабинета Министров это не закон. Вы не имеете права такие постановления принимать. И поэтому я протестовываю это в суде. Вот такой вот за карантин. Понимаете, как землю надо было продать. Так тут Раду собрали вот так за секунду, ночью сидела. А как вот делать все по закону, по конституции? Все как-то не получается, понимаете? Потому что понимают, наверное, что многие депутаты за это не проголосуют. Так нельзя нарушать конституцию. За это надо нести ответственность. Ты, Зеленский, обещал. Нарушу закон, уйду. Обещал, что будет коррупция, уйду. Слушаем пленки брата твоего главы офиса. Много чего обещал, но ничего не исполнил. Карантин это уже бы полетел бы ты сам куда-то от тебя. Вот этот Завирус страшнее любого другого. Все. Всем спасибо. На связи. Пишите, что вы обо всем этом думаете. Пишите, как у вас в вашем городе все это происходит. И как себя ведет власть. Мне это очень важно и интересно. Держим строй.